Олимпиада 1996 года в Атланте. Олимпийский парк. Со свойственным США размахом на сцене в центре парка выступают топ-исполнители. Вокруг тысячи людей. Каждый день туристы переполняют парк, танцуя возле сцены или обсуждая соревнования на скамейках, прячась от солнца в тени деревьев, жарко даже ночью. Рядом со сценой палатки с кондиционерами, лотки с хот-догами, сувенирные лавки, концентрация публики огромная. Иногда к беременным подходит толстый усатый мужчина с надписью «Секьюрити» на спине. Он мило улыбается и предлагает охлажденную воду. Крупная фигура Ричарда Джуэла всегда выделяется в толпе. Нравится он не всем. Подвыпившие подростки, на которых он с большим рвением охотится, иногда обзывают и передразнивают его. 26 июля. Ричард видит группу подростков, которые выпивают около башни со светомузыкой. Он вызывает подмогу и прогоняет их. А на месте находит рюкзак. «Поначалу я отнесся к находке легкомысленно», — рассказывал Джуэл. «И стал дурачиться с напарником Томом. А давай откроем». Тогда Ричард еще не знал, что этот рюкзак сильно изменит его жизнь. Ричард рос в строгой баптистской семье. Он привык общаться с матерью фразами «да, мэм» или «нет, мэм». За нарушение семейного этикета Бобби, так зовут мать, могла отвесить подзатыльник. Ричард очень тихий и спокойный. У него не так много друзей. Отношения с матерью влияют очень сильно. Бобби будет всю жизнь называть его «мой мальчик», даже когда ему будет за сорок. Джуэлу с детства прививают правильные модели поведения и требуют предельной вежливости. Например, он помогает учителям, когда нужно переставить парты со стульями в классе. Он мало времени проводит с одноклассниками, но зато часто бывает в библиотеке. Его интересует история войн, он может часами читать о Наполеоне или генерале МакАртуре. С возрастом у Ричарда проявляется технический склад ума, поэтому он поступает в техникум в Южной Джорджии, изучает устройство автомобилей. Вскоре отчим по-английски уходит из семьи, оставив Бобби записку. Это сближает мать и сына. А ему приходится работать за двоих, в том числе и автослесарем. Уже тогда Ричард ощущает тягу к охране порядка. И вскоре меняет род деятельности. Встроившись менеджером в мелкий продуктовый магазин, как-то раз он пресек кражу со взломом. Это еще больше убеждает его в истинном предназначении. С тех пор Джуэлл пробует себя в разных амплуа. Работает то частным детективом, то тюремщиком в офисе шерифа, то заместителем шерифа. Как-то, работая охранником, он арестовывает парочку, которая слишком шумела в джакузи, представился помощником шерифа и силой надел на них наручники. При задержании он нанес травмы 22-летнему парню. И Ричарда самого арестовывают за обман. Помощником шерифа он не был. Из-за нанесения травм. На работу Джуэлл выходит только на испытательный срок и только после консультации с психологом. Этот случай не сказывается на карьере Ричарда. Он с успехом проходит курсы повышения квалификации в полицейской академии и становится патрульным. Излишнее рвение снова часто мешает Ричарду. Он готов работать по 14 часов в сутки, что сказывается на его физическом состоянии. Однажды он замечает подозрительную машину и бросается за ней в погоню. Но попадает в ДТП и разбивает патрульный автомобиль. Его моментально понижают до тюремщика, но самому Ричарду этот пост неинтересен. И он уходит в полицию при Пьемонтском колледже. Там он тоже верен себе. Репутацию Джуэлу портит желание успевать везде и во всем. Нередко он выходит за рамки своей юрисдикции. К примеру, Ричарду разрешалось работать исключительно в пределах кампуса колледжа. Несмотря на прямое ограничение, он часто гоняется по шоссе возле колледжа за машинами, которые превышают скорость. Ричард придерживается жесткого контроля в работе и вообще из той категории людей, которые не потерпят малейшего правонарушения. Студенты не принимают методов Джуэла, постоянно жалуются директору Рэю Клиру, обращая внимание на вспыльчивость Ричарда. В итоге он уходит. Ричард, после того как Клир предъявляет ему претензии. Но сам считает, что колледж боится испортить репутацию пьянками студентов. Увольнение происходит прямо перед Олимпиадой в Атланте. И Ричард сразу думает, что было бы неплохо поработать на таком мероприятии полицейским или хотя бы охранником. Он временно переезжает к матери в Атланту и устраивается охранником в Олимпийский парк. Так, Ричард оказывается на пороге главных событий в жизни. 26 июля. Ричарду с самого утра не здоровится. Что-то съел вчера, болит живот и приходится часто бегать в туалет. Но сказывается его рвение. Даже с болезнью он выходит на 12-часовую смену. «Пока, мам!» Прощается он с матерью, которая смотрит передачу с любимым журналистом Томом Прокол по телевизору. День снова обещает быть сложным, но терпимым. В Олимпийскую лихорадку тяжело приходится всем. Например, сотрудникам диспетчерской службы 911. В течение дня им поступают странные звонки. Некоторые вызывают беспокойство. А в 058, в ночь на 27 июля, один из звонивших говорит в трубку без акцента. В Олимпийском парке заложена бомба. Голос также уточняет и время взрыва. В час двадцать. Незадолго до этого Ричард отошел в туалет. Возвращаясь, он видит ту самую группу подростков, которые раскидывают пустые пивные банки. Ричард вызывает Тома, напарника из группы быстрого реагирования, и вместе с ним прогоняет молодежь. А когда те уходят, охранники видят под скамейкой рюкзак. Джуэл очень хорошо его запоминает. Это патрульный рюкзак в камуфлированной расцветке «Элис», популярный среди американских военных во время вьетнамской кампании. «Я почувствовал, как волосы встают дыбом», — вспоминал Ричард. «У меня просто не оставалось времени на страх. Я должен был вести себя твердо, при этом сохранять спокойствие и оставаться профессионалом». Специалисты появляются на месте через 10 минут. Один медленно расстегивает рюкзак, присматривается к нему и моментально бледнеет. Кивает напарнику, и они медленно отступают от скамейки. На часах — час десять. До предполагаемого времени взрыва бомбы — десять минут. Ричард бросается в башню и кричит техникам, чтобы те срочно уходили. Там 11 человек. Аринг, Джуэл и остальные начали формировать периметр безопасности. «Отойдите от этого места, пожалуйста!» Раз за разом Ричард повторяет зевакам, которые собрались посмотреть на подозрительный предмет. А затем... Внезапно происходит зевак. «Сложно описать словами звук, который мы услышали», — вспоминает позже Джуэл. «Такое бывает в кино. Все заволокло дымом, не черным, а серовато-белым. Я помню лица тех, кого подбросило в воздух. Я помню крики. Помню, мой сирен. Думаю, что никогда этого не забуду. До сих пор думаю, а мог ли я сделать в тот день что-то большее. Может, если бы у нас было пять лишних минут, никто бы вообще не пострадал». Позже выясняется, что всем, кто был около скамейки, очень повезло. Во время осмотра рюкзак немного сдвинули, поэтому взрыв оказался не таким разрушительным, основной удар был направлен вверх. В результате взрыва погибла болельщица Элис Хоторн. Ранение получили еще 111 человек. Эксперты установили, что бомба оказалась настолько мощной, что если бы не действия Ричарда и остальных, жертв было бы в разы больше. Журналисты моментально делают Джуэла народным героем и окружают вниманием, о котором он и мечтать не мог. Любимый журналист его матери Том Броккоу говорит в своей передаче только о геройстве Ричарда. Бобби в восторге. Но счастье продлится недолго. Учитывая колоссальный резонанс, власти требуют от ФБР как можно быстрее найти виновного. Джуэл, который во всех телевизорах, очевидный кандидат, если вспомнить его биографию. Тихий, техническое образование, разбирается в механизмах, всегда хотел быть полицейским и всех защищать. Вдобавок, во время одного из интервью Ричарда его видят по телевизору Рэй Клир, босс Пьемонтского колледжа, с которым у Джуэла были напряженные отношения из-за излишнего рвения в работе. Клир через знакомых выходит на сотрудников ФБР, которые ведут это дело и просит последить за Ричардом. К Ричарду отправляют агента Тима Атауэя, которого тот считает другом. Атауэй решил обсудить с ним произошедшее в парке. Джуэл не знал, что на его друга повесили прослушку, поэтому рассказывает о своих мыслях. Рисует схему светозвуковой башни, рассуждает о разных версиях взрыва, особенно когда узнает, что у ФБР пока нет подозреваемого. Беседа с Джуэлом, подозрение Клира, это становится соломинкой для федералов, которые пока не могут найти ни одной зацепки. И они неформально назначают Джуэла главным подозреваемым по делу, выдвигая версию, что именно он сам подбросил рюкзак, чтобы потом всех спасти и стать героем. Об этом узнает журналистка Кэти Скракс из газеты Atlanta Journal Constitution. «Ричард Джуэл, 33 года, бывший сотрудник правоохранительных органов, соответствует профилю одинокого террориста», написала Кэти в статье. «Обычно это разочарованный в себе белый человек, бывший полицейский, военнослужащий или мужчина, который мечтает стать полицейским, стремится стать героем?» Информационная машина закрутилась. Вернувшись домой после очередного телешоу, Ричард видит у входа толпу репортеров. У вчерашнего героя вдруг спрашивают, не считают ли его ФБР подозреваемым. Джуэл смеется в ответ и с улыбкой отвечает, «Подозревать могут кого угодно, в том числе и меня. У ФБР такая работа». Вскоре к нему домой приходят агенты ФБР Дон Джонсон и Диадер Росарио. «Они излучали уверенность в себе», вспоминал позже Ричард. «Сказали, чтобы я проехал с ними в штаб-квартиру ФБР в Бакхеде, чтобы помочь сделать учебный фильм о том, как можно обезвредить бомбу». Ричард ничего не понимает, но соглашается. К тому же агенты прозрачно намекают, что, возможно, герою найдется место и ФБР, а для охранника это давняя мечта. Его смущает кортеж, который едет за ними, но он списывает это на прессу. Джуэл еще не знает, что это не журналисты, а агенты ФБР, и теперь за ним установлено наблюдение, которое снимут только через 88 дней. А эти три месяца станут для него кошмаром. Но пока что Ричард едет вместе с агентами, которые говорят про учебный фильм. Уже в офисе Джуэл все же настораживается. Оператор, снимающий учебное видео, слишком пристально смотрит на него. А в какой-то момент ему подсовывают на подпись бумаги, в которых он отказывается от своих прав. Якобы это нужно для видео, чтобы все выглядело натурально. Он переспрашивает у агентов. «А это точно учебный фильм? Мне не нужно звонить адвокату?» Ему с улыбкой отвечают. «Нет, нет, нет повода беспокоиться». «И тогда в моей голове пронеслись миллион мыслей», вспоминал Ричард. «Если вы отказываетесь от своих прав, значит, находитесь под следствием. Я потребовал адвоката». И тут же все изменилось. Меня спросили, «Зачем вам адвокат? Вы же ничего не сделали. Мы думали, вы герой, или есть что-то, что вы хотели бы нам рассказать?» Ричарду протягивают телефон. Он все же добивается права на звонок. Он набирает номер своего старого знакомого, юриста Уотсона Брайанта. Тот отвечает только со второго раза и слышит дрожащий голос Ричарда, который говорит ему про учебный фильм. «Идиот! Ты подозреваемый! Немедленно уходи оттуда!» Кричит Брайан в трубку так, что это слышат даже стоящие у двери агенты. Привычный мир Бобби и Ричарда Джуэллов рушится. Любимый журналист Бобби металлическим голосом произнес с экрана, что ее сын – убийца, которого вот-вот арестуют. У их дома паркуются трейлеры. Там дежурят толпы репортеров, желающих получить хоть какой-то эксклюзив. Они снимают каждого, кто появляется у дома Джуэлов. «Когда мама выходила из дома выгуливать собаку, то слышала тысячи проклятий в свой адрес», вспоминал Ричард. Ей кричали «Это сделал он! Это он взорвал тех людей!» И затем она слышала «Вы оба должны умереть!» Самое интересное, что кричали телеоператоры, рассчитывая, что на лице мамы появятся нужные эмоции для хорошей съемки. ФБР разрабатывает только версию с виновностью Джуэла. В какой-то момент у них появляется идея, что Джуэл гей, и с ним работал сообщник-любовник, который и позвонил с таксофона. Один из друзей Ричарда даже проходит допрос как свидетель ФБР, но отвергает эту версию. Агенты так сосредотачиваются на Джуэле, что не обращают внимания на серьезную несостыковку и понимают это только спустя три месяца. Дело в том, что Ричард физически не успевал сбегать к таксофонам. Звонок поступил в 058, расстояние до таксофонов, с одного из которых звонил террорист, пять минут быстрой ходьбы. При этом в 057 Джуэл стоял рядом с напарником Томом, вызывавшим саперов. Этот факт подтвердили множественные свидетели. Там же Ричард находился и дальше. В это же время мать Ричарда, Бобби, выступает на телевидении с заявлением. Женщина сквозь слезы говорит, что ее сын невиновен. Все увидели лишь пожилую женщину, убитую горем, сломленную тем фактом, что круглые сутки ей вместе с сыном приходится унижаться и не покидать дом. Ей отправляют дорогие подарки в качестве моральной поддержки. Позже она все это отдаст на благотворительность. Вскоре Ричарда вызывают в ФБР. Его адвокат добился того, что если новый допрос удовлетворит бюро, то Министерство юстиции пришлет официальное письмо с сообщением, что его подопечный больше не является подозреваемым. К тому времени в команде Джуэла уже несколько адвокатов. В бюро с ним едет специалист по уголовным делам. Во время интервью в комнате может находиться только один защитник. Шесть часов Ричарду задают абсурдные вопросы вроде «Вы говорили кому-нибудь сфотографируй меня сейчас, потому что скоро я стану знаменитым?» Это попытка давления. ФБР так и не смогла найти улик против Джуэла. Но признания они не получают. 26 октября, спустя почти три месяца после взрыва в парке, Ричарду приходит письмо от Министерства юстиции, автор, федеральный прокурор в Атланте Кент Александр, в котором сообщается «Он больше не является подозреваемым». Там нет никаких извинений. Также выходит публичное заявление, в котором говорится «Общественность должна иметь в виду, что Джуэла никогда официально не обвиняли в каком-либо преступлении, связанном со взрывом, а все имущество, которое легально изъяли из дома, уже вернули хозяевам». «Сейчас я впервые за все время попрошу вас обратить камеру в мою сторону. Вы знаете мое имя, но на самом деле вы не знаете, кто я такой». Так началось первое интервью Ричарда Джуэла после снятия статуса подозреваемого. «88 дней мне пришлось жить словно в кошмаре. Я чувствовал себя загнанным зверем, которого преследуют без остановки и хотят убить. В их сумасшедшем стремлении выполнить план агенты ФБР и журналисты почти уничтожили меня и мою маму. В прессе меня окрестили чрезмерно усердным офицером полиции. Это ложь. Я всегда старался делать свою работу хорошо на 110%. И я не считаю, что это чрезмерное усилие. Я просто посвящал себя любимому делу. Я люблю помогать людям. Именно этим я занимаюсь, занимался и хочу заниматься». После исключения из списка подозреваемых Джуэл подал иски о клевете против ФБР, Пьемонтского колледжа и ряда газет, которые наиболее активно освещали его дело. Суд затянулся на много лет. Почти все СМИ и Пьемонтский колледж согласились с обвинениями Ричарда и выплатили ему неназванные компенсации. В 1998 году он женился и в том же году установили личность террориста. Им оказался бывший морпех Эрик Рудольф. Его задержали спустя пять лет. Джуэл вернулся в правоохранительные органы и только после признания Рудольфа перестал ощущать давление. Джуэл умер, когда ему было 44. И уже после его смерти ФБР и Атланта Джорнал выиграли у него суд. Тот посчитал, что на момент публикации статьи были правдивы, так как Ричард действительно был подозреваемым. А это значит, что и клеветы тоже нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова